Мы очень много говорим про коррупцию, про чиновников, кто где сколько украл, отмыл, кого посадили, кого нет. Но не часто в силу очевидных причин говорим про дороги. Но просто потому что две беды, да, всем всё известно. Но здесь, конечно, ситуация меня поразила. В Уфе в 2022 году построили тротуар в микрорайоне Яркий. Ну, так худо-бедно построили, ну, 170 миллионов рублей на это выделили, потратили. Ну, вот, тротуар, 170 миллионов рублей. Вот. Глава республики Башкортостан, Радий Хабиров, регулярно в социальной сети ВКонтакте, значит, хвастается тем, как тут клочок земли там отремонтировали, как тут клочок дороги сделали. И там его, значит, в комментариях напихали о том, что вообще-то как бы на дворе 23-й год, и вот этот вот тротуар, который год назад, на котором год назад 170 миллионов рублей, значит, это самое, распилили, он как бы немножечко пошёл волной. Вот как бы совсем чуть-чуть. 170 миллионов рублей. Уже, значит, заверили сразу же, что будет вынесено представление, целое представление, видимо, значит, администрация УФУ устроит подрядчику. Вот, и, значит, дорогу восстановят до 1 мая, но это не точно. Слушайте, ну, её, может, и восстановят до 1 мая, но, как мы видим с вами на практике, результат будет такой же плачевный, такой же печальный. Вот эта тема с приёмом качества, да, подписанием документов о приёмке этого продукта, этих работ, это же проблема современной России не в плане того, что люди, которые за это отвечают, глупые. Нет, абсолютно нет. Просто они заинтересованы именно в таком результате, потому что они с этого, ну, кормятся, наверное, неправильно сказать, да? По всей стране, да, чиновники аффилированы, как правило, к этим структурам, да? Это чей-то бизнес, или к ним непосредственно он имеет отношение, или к руководству, или к контролирующим структурам. Представляете, если есть там правоохранители в регионе, и у них есть, значит, вот такие вот финансовые интересы, такие вот бизнес-интересы, ну, кто их будет, значит, ругать, будут хвалить и закрывать глаза на все эти просчёты в ответ, естественно, там, может быть, даже там что-то придёт, там какое-то поощрение, да? И система будет вот так вот функционировать. Если мы с вами посмотрим на любую дорогу, любой социальный объект, который после сдачи значительно быстрее выходит из нормативного состояния, где-то там что-то облупилось, где-то там, значит, что-то разбилось, или вот так вот пошло волной у заказчика, у чиновников, у государства, есть возможность обратиться в суд и по договору о оказании этих гарантийных услуг потребовать восстановления. Ну, представляете, вот если мы с вами говорим о том, что этот бизнес чей-то, это же значит себе убытки создать, то есть это из своего кармана нужно выделить средства, чтобы что-то переделать, поэтому, ну, система так не работает, да? Они закроют на это глаза или, знаете, пойдут в суд и проиграют его намеренно, то есть будут какие-то бюрократические проволочки, которые избавят их от этих решений. Для системы, для чиновников, на самом деле, это ещё выгоднее. Почему? Потому что есть опять потребность, да? Есть опять необходимость выделить на это средства, и средства будут выделены, а значит, вот эта бесконечная машина по освоению бюджета будет работать и приносить ещё больше денег. Посмотрите, если бы они положили вот эти тротуары, их бы там на 10 лет хватило, на 5 лет хватило. Посмотрите, а что делать-то? У них там и техника закупленная, и работники, и вообще в целом желание обогатиться, им хочется по завышенным ценам эти контракты получить и освоить эти бюджетные средства. Посмотрите, насколько классно, если не через 10 лет нужно будет переложить этот асфальт, а в следующем году. И никто лишних вопросов задавать не будет. Почему? Потому что, во-первых, у общества нет возможности сверить эту информацию. Когда этот асфальт клался, сколько на это было потрачено средств, какие гарантийные условия. Потому что даже если это где-то будет выложено, попробуй ногу сломай. Там же таким образом все это настроено, что просто гением нужно быть, чтобы все это дело легко понять и найти, что тебе нужно. Второй момент, даже если кто-то и сможет это найти, у общества нет никаких механизмов для того, чтобы добиться от власти справедливости. Потому что граждан отодвинули от процесса управления. Сегодня нету практически ни одного механизма влиять на принятие решений власти. Если вы возьмете публичные слушания, какие-то там общественные обсуждения, проводят же власти иногда это. Хотя минимизируют под ковидными предлогами, чем-то еще антитеррористической опасностью. Они пытаются от этого всего откосить. Но даже в случае, когда это происходит, даже в случае, когда вот эти согнанные чиновники, которые туда специально свозятся автобусами, для того, чтобы голосов точно хватило, чтобы нужное для власти решение принять. Даже когда люди активизируются, приходят и добивают своего, даже в этом случае, это всего лишь рекомендательный характер. То есть власть не обязана к этому прислушиваться. Все равно последнее слово будет за депутатами. И у нас на канале множество таких видео, в том числе про мой родной Саратовский регион. Вот у нас в прошлом году насильное присоединение территорий к муниципальному образованию города Саратов. Люди высказывались против на слушаниях. И это была просто феноменальная ситуация. Настолько люди негодовали, настолько они готовы были проявлять активность. А последнее слово было за депутатами. Вот в нашей Саратской областной думе, на тот момент я еще депутатом являлся, большинство жуликов просто голосуют, и они говорят, нам в принципе не важно, что там люди проголосуют, какое мнение они там сказали, чего они там хотят. У нас здесь большинство, и мы примем решение. Вот в этом и есть суть диктатуры. Диктатуры власти, диктатуры класса и использование государственной машины в личных интересах. И на примере вот этих тротуаров будет абсолютно тот же пример. Власть у себя никогда ничего не отнимет, себя не укусит и не выпарит. Она будет напротив пытаться это каким-то образом завуалировать, забюрократизировать, каким-то образом затянуть весь этот процесс, чтобы максимально извлечь прибыль, чтобы использовать свое положение в личных интересах. Я считаю, что благо у нас 21-й цифровой век, и все фамилии этих жуликов, они никогда не забудутся, и народ с каждого сможет спросить. И здесь, на мой взгляд, ответственность должна быть очень суровая. Не потому что детишки будут, я не знаю, спотыкаться, ноги себе ломать на вот этих кочках, или там пенсионеры будут испытывать какие-то трудности, дискомфорт, а потому что из-за неэффективного расходования бюджетных средств и детям, и пенсионерам, и обществу не додадут тех общественных благ той пользы, той эффективности расходования бюджета, которую власть должна, собственно, в первую очередь преследовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова